Говорят, что долг это бездонное море. И если ситуация в экономике России не улучшится, то к концу года каждый третий заемщик станет рыбкой в этом море. Потому что не сможет вовремя рассчитаться. Коллекторам уже очевидно, что многие граждане сегодня не справляются с долговой нагрузкой. Сегодня средний банковский заемщик в России в определенных сегментах кредитных продуктов до 45% своего ежемесячного дохода тратит на ежемесячный платеж по потребительскому кредиту. При этом критическим считается показатель 50%. Отмечается, что с 2012 года в три раза выросла доля респондентов, не выплачивающих кредит из-за сокращения зарплаты. Правильно некоторые говорят, что третья финансовая мировая война в самом разгаре. В ближайшие месяцы российские компании и банки могут столкнуться с дефицитом валюты на внутреннем рынке. В мае Центробанк купил более 2 миллиардов долларов, а в последующие два месяца взял с рынка почти 8 миллиардов. Это в два раза превысило приток валюты по текущим операциям. На фоне хронического оттока капитала частного сектора это усиливало давление на рубль. С 28 июля Центробанк приостановил покупку валюты, объяснив это решение желанием остановить ослабление рубля. Честно говоря, я уже перестал понимать логику Центробанка. Посол Египта заявил, что российский турпоток упал на 14 процентов, но туроператорам помогут. Воспользоваться кризисом как шансом, чтобы не только удержать, но и повысить российский турпоток за счет усилий по продвижению направления намерены египетские туристические власти. Однако уровень турпотока будет зависеть не столько от маркетинговых программ, сколько от российской финансовой ситуации и курса рубля. Пока прогнозы по осне-зиме в Египте не самые радужные. Российский фондовый рынок открылся незначительным снижением котировок. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1691 пункт. Лидеры падения – акции ПИК, ЛСР, Роснефти, Акрона, ВТБ, Ростелекома, Сургутнефтегаза, Московской биржи и Сбербанка. Среди лидеров роста – бумаги НМТП, Фосагра, Мегафона, НЛ Россия, Камаза, Распадской, ТМК и Башнефти. Торги на российском рынке открылись на фоне возобновившегося снижения цен на черное золото. Европейские и американские площадки завершили торги преимущественно в зеленой зоне. Фьючерс на американский индекс S&P опустился на азиатских рынках сегодня. Единой динамики не наблюдается. Спросом пользуются и японские акции. Курс доллара на 6 августа – 62,71 рубля. Курс евро – 68,14 рубля. Золф стоит 2190 рубля за грамм. Серебро стоит 29,28 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 49 долларов, 57 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах!